Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой знакомый ненароком объяснил, почему я нравлюсь мужчинам. У меня и у моего знакомого за плечами развод здесь. Он подбирает ко мне клинья, и я давно ему нравлюсь. Просто обсыпал все время комплиментами. Но однажды этот знакомый сказал мне, что я тут далеко не окрасался, но что-то во мне есть какой-то шарм. Я так поняла, что я прям так хорошо прихорошая, но не внешне. Я не подала виду, что меня это задело. Через пару дней сказал комплимент, все при тебе. И раньше говорил комплименты, я часто нравилась мужчинам, поэтому считала себя привлекательной. Самое страшное, что я ему тоже нравлюсь. Но, как оказалось, не из-за привлекательности, а из-за шарма. Вот это меня и озадачил. Значит, другим мужчинам я нравилась тоже не внешне, а цепляла шармом, будь он неладен. И меня обижает, когда успокаивали в кавычках формы, что шарм лучше внешности. Ведь как ни крути, а быть дурнущкой, пусть и с шармом никто не хочет. А я это возомнилась, что если нравлюсь, значит симпатично. Для меня его слова звучат так. Ты страшненькая, но обаятельная. Пока писала это, вспомнила, что это не первый случай. С другим мужчиной, с которым я жила, обсуждали, за что можно влюбиться. Он сказал, что я не такая уж прямо красавица, но его тянет ко мне. Что бывали у него писанные красавицы, но к ним не тянуло. Но в этих словах можно рассмотреть, что пусть не 100% красавица, но симпатичная. Для меня этого достаточно, да и он подобно звал меня красивой. Пытаюсь доказать тебе, что я не страшная, что пусть не красавица, но симпатичная, но не получается доказать и очень мучаюсь. Чувствую теперь, что я страшная. Кажется, я привыкла ощущать себя привлекательным. Что теперь? Отвыкать? Такой вопрос. Смотрите, здесь нужно сказать важную вещь, на мой взгляд, которая является, ну, пожалуй, ключевой. Дело в том, что у вас есть своя четкая система ценностей, судя по всему. У вас есть своя четкая система, ну, скажем так, приоритетов, опять же, судя по всему. И момент здесь, на мой взгляд, заключается в том, что если вы будете настаивать, допустим, если вы будете настаивать, допустим, на том, что эта модель, эта система ценностей, которая у вас имеет место быть, является для вас, например, максимально правильной, если эта система ценностей и приоритетов для вас является максимально верной, то это одно. Если вы будете на это настаивать, это одно. Если вы готовы признать, что эта система является несколько деструктивной, если вы готовы признать, что эта система является, ну, скажем так, очень довольна, давайте назовем это так, довольна категоричной, если вы готовы это признать, то тогда у нас появляются с вами, скажем так, перспективы для работы. Потому что то, что вы делаете сейчас, выглядит как ваша попытка, ваша попытка выстраивать выстраивать отношения с людьми, выстраивать отношения с мужчинами довольно поверхностные, гендерные, минуя при этом личностную составляющую. Понимаете? И таким образом можно с уверенностью сказать, что ваши отношения с мужчинами не складывались или не складываются, ну, судя по тому, что вы описываете, по крайней мере, по той простой причине, что вы выстраиваете их в обход личностного взаимодействия с мужчинами. Понимаете? В чем штука? Именно стараясь уделять большое количество внимания внешности. Потому что какой бы внешность у вас не была, отношения, глубина отношений с мужчинами, ну, вот, глубина отношений там с мужчинами, да, глубина отношений на какой-то вот такой длительный срок, на какую-то длительную перспективу, скажем так, на внешности никак не завязано. Никак не завязано на внешности эта история. И если вы сами для себя этот аспект не сможете увидеть, если вы сами для себя не сможете вот в этом направлении двигаться, скажем так, то в таком случае вы, к сожалению, обречены на то, чтобы чувствовать себя так, как вы себя, ну, вообще говоря, вот, сейчас и чувствуете. То есть достаточно плохо, достаточно негативно, вот, мучаясь и так далее. Потому что ваша цель заключается в том, чтобы доказывать через мужчин, что вы красивые. Это не про отношения, это не про интерес к человеку, это не про желание что-то для него делать, это про попытку решить вопрос собственной привлекательности и как вам кажется, что вы сможете выстраивать отношения только тогда, когда вы будете уверены, что вы привлекательны. То есть для вас важна вот эта история, привлекательный я или нет, а не то, что вы хотите сделать, например, для человека. Естественно, важно быть привлекательным, естественно, важно быть красивой, но от внешности вашей это не зависит. Понимаете? Поэтому, если вы готовы принять вот такой взгляд, если вы готовы принять и признать, что ваша система ценностей является деструктивной, вот заставлять вас это делать я не буду, то можно работать. Если не готовы, то да, в таком случае действительно придется отвыкаться. Но плохая новость заключается в том, что вы не отвыкнете. У вас нет мотивации, вы не сможете. Абсолютно любой человек хочет быть красивым, абсолютно любой человек хочет быть привлекательным. только только действует это не так, как вы думаете. Действует это не таким образом, как вы думаете. Действует это так, что человеку просто нужно максимально актуализировать свои достоинства, свои плюсы, свои сильные стороны. и увидеть, что эти сильные стороны являются оборотной сторон слабых. слабых. Увидеть, что слабая сторона является сильной в определенных ситуациях, а сильная сторона является слабой в определенных ситуациях. И в этом смысле наличие слабых и сильных сторон, в этом смысле привлекательность, красота является чисто субъективной точки зрения. Но субъективная перестает быть субъективным, когда его разделяют много людей, правда? так это работает наверное в вашей картине мира. Вот это вас сильнее всего отравляет. ну по крайней мере по крайней мере на мой взгляд. Дальше. Теперь что я сделаю? Что я сделаю? Я сейчас прочитаю еще раз ваш текст и дам небольшие комментарии. Итак. Мой знакомый ненаруком объяснил, почему я нравлюсь мужчину. Вы знаете, не первый раз, уже не первый раз вы описываете ситуацию, когда когда вы с мужчиной обсуждаете то, за что можно влюбиться, что может нравиться в женщине и так далее. Обычно такое происходит. происходит. Как правило, как правило, такое происходит. Вне индивидуального контекста, если мы говорим, потому что контекст вашего взаимодействия, того, как вы общаетесь с мужчинами, я не знаю, но если мы берем отвлеченно, как могут появляться для разговора. Почему это может быть интересно людям? Вот я и мой партнер находимся в отношениях. Находимся в отношениях не первый месяц и пусть не первый год. Почему нам интересно поговорить об этом? За что могу влюбляться в кого-то? Почему нам интересно поговорить о том, чем может нравиться другой человек? Ведь дело это не в том, чем я нравлюсь тебе. Дело это не в том, за что я влюбился в тебя. Дело в том, что я к тебе что-то чувствую. То есть вы делаете возможным со своими партнерами в силу того, что выбираете себе в партнере людей так же не уверены в себе. Скорее всего так. Потому что, например, мне подобные разговоры совершенно очевидны в плане предмета. А именно, что ключевой момент не то, за что я в тебя влюбился. Ключевой момент не в том, чем ты мне понравился. Ключевой момент в том, что я к тебе чувствую. Вот нету здесь этого в данном случае в хорошем смысле субъективного аспекта. и у меня и моего знакомого за плечами развод. Дети, слышите вы? Если у вас есть за плечами развод, то, как минимум, это психологическая травма, которую нужно проработать и прожить, чтобы она вас не преследовала. и, как минимум, это наличие деструктивных моделей поведения, которые, если их не скорректировать, будут проявлять себя и в других отношениях тоже. Это нужно сделать вам, это нужно сделать мужчине. Но я не уверен, что кто-то из вас пока что это делает. Он подбивает ко мне клинья, пишите вы. Я ему давно нравлюсь. Что здесь? Здесь история про то, что за вами ухаживают. В ухаживании нет ничего плохого. Но, когда присутствует только ухаживание, мы говорим о восприятии человеком человека как некого такого, ну, чего-то ценного, чего-то важного, что нужно завоевать. А что дальше? А не было ли такого, что ваш муж вначале вас завоевал, а потом вы перестали ему быть интересным? То есть, о чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что вы выстраиваете взаимодействие с мужчиной каким образом? Вначале вы себе самооценку искусственно завышаете. он подбивает ко мне клинит. То есть, он делает шаги навстречу, вы как бы держите его на расстоянии, при том, что вам тоже хочется с ним сблизиться, но этого не позволяет. по крайней мере, так я понял, я могу ошибаться. Дальше. Если сближение произойдет между вами и мужчиной, вы начнете напротив свою самооценку занижать, то есть, становиться зависимым. То есть, чем более независим в начале отношений человек, тем более зависим он после начала или, ну, с развитием отношений. Потому что, вот, поцеловал вас мужчина, допустим, и вам бы хотелось его поцеловать, но вы себя сдержали, говорите, ну, нет, я не могу позволить себе его поцеловать. Не могу позволить себе его обнять и прочее, прочее, прочее. Вот все эти вещи делают вас зависимым. Парадоксально, потому что кажется, что напротив этого всего средства быть независимым. Просто обсыпал все время комплиментами. комплиментами. минимум, это странно. Как минимум, это настораживает, если человек обсыпает комплиментами. Но, если вам это нравится, это говорит о том, что, опять же, здесь решается вопрос вашей собственной уверенности себя. Однажды этот знакомый сказал мне, что я далеко не красавица, но во мне есть какой-то шарм. Опять же, просто подумайте, почему человеку в принципе захотелось вам это сказать? Почему? Да потому что он боится вас потерять. А почему он боится вас потерять? А потому что вы ведете себя так, что вас нужно завоевывать. отсюда инстинктивная потребность, инстинктивная потребность, инстинктивное желание вас обесценить. Показать, что, ну, ты вообще-то как бы мужчинам не нравишься, но я в тебе вижу шарм. То есть, для меня ты важна, для других нет, поэтому держись меня. И вы можете обвинить мужчину сейчас и сказать, ну, это он во всем виноват, это он вот так вот специально делает, потому что не уверен в себе. Да, он не уверен в себя. Но и вы не уверены в себе. И его поведение стало возможным благодаря вашему поведению. Я так поняла, что я прям так хороша прихороша, но не внешне. Опять вот, смотрите. Вы пишите, я так поняла. почему вы то, что понимаете, воспринимаете за аксиому. Может быть, вы ошибаетесь. Может быть, вы не так поняли, мужчин. Я не подала виду, что меня это задело. Это показатель того, что вы пытаетесь касаться, а не быть. Ну, неприятно вам, так и скажите сразу, но нет. Нельзя разрушать образ. Нельзя разрушать образ. Нельзя разрушать образ. И именно, вот это, вот это вот, этот приказ внутри себя Нельзя разрушать образ сделает вас по итогу куда более зависимым, чем если бы вы сразу сказали человеку о том, да слушай, вообще-то мне неприятно такие вещи. Вообще, что ты хотел сказать? Давай проясним. Через пару дней сказал комплимент. Все при тебе. Опять же, выглядит так, что мужчина выбрал аутоагрессивную, я назову это так, хотя это не точный термин, аутоагрессивную форму, аутоагрессивный вектор привязывания вас к себе. Что это значит? Это значит, что мужчина чувствует себя недостойным вас в глубине души. Пытается от этого убежать через обесценивание вас. Понимаете, да? Поэтому это аутоагрессивная форма. И раньше говорил комплименты. Такое ощущение, что комплименты вам важны. Понимаете, да? Если вы смотрите на комплименты, но не на то, что между вами и человеком общее, как вы будете в отношениях находиться? Как вы будете жить вместе? На комплиментах не построить быть, на комплиментах не сохранить отношения, на комплиментах не вырастает уважение, чуткость, внимательность друг к другу. Я часто нравилась мужчинам. Вы как будто бы статистику собирают. Да какая разница, нравитесь вы кому-то или нет, это ничего не значит. А кому-то не нравились. Поэтому считала себя привлекательной. Давайте смотреть. Вы пишите. Я часто нравилась мужчинам, и поэтому считала себя привлекательной. Вас ничего здесь не смешало? Да-да-да, это то, чем писал мой коллега Кудрущев Игорь Леонидович. Но, тем не менее, просто обратите внимание, то есть, я привлекательна потому, что мне мужчины об этом говорят. Себя сама я привлекательно не чувствую. То есть, иными словами, я ничего не делаю для того, чтобы почувствовать себя привлекательной самой для себя. А полностью завечу от взгляда мужчин. Ну, окей. Сейчас, допустим, вы живете, предположим, в средней полосе России, где у мужчин одни вкусы. Дальше. Предположим, вы переезжаете в какую-нибудь ближневосточную страну. Пусть это будет Турция, или пусть это будет какая-нибудь арабская страна. Ну, в смысле, допустим, Объединенный Арабский Эмират, или что-то такое. Предположим, вы приехали туда. Там вы не будете нравиться мужчинам. Там, чтобы мужчинам понравиться, нужно вести себя по-другому, выглядеть по-другому, и говорить по-другому. Допустим, вы приезжаете в Европу, или в Америку. Там то же самое. Допустим, вы приезжаете в Африку. Там то же самое. И в странах Латинской Америки. То же самое. Так почему вы думаете, что симпатия мужчин по отношению к вам это показатель вашей привлекательности, это показатель того, насколько вы соответствуете стереотипу женского образа у мужчины. Только и всего. Это неплохо. Неплохо, если вы соответствуете этому образу. Но это не, это лишь, как вам сказать, это лишь открытая дверь в комнату отношений. Это не стул для отношений, не диван, это не окно. Это просто дверь. То есть совпадение стереотипа. Вот. Означает, что я могу попробовать с вами пообщаться. Не более того. Самое страшное, что ему я тоже нравлюсь, но оказалось не из-за привлекательности, а из-за шарма. А что плохого в том, что ему нравится из-за шарма. Привлекательность может уйти со временем, с возрастом, а шарма останется. Разве нет? Вот это меня и задачило. Значит, и другим мужчинам я нравилась тоже не внешне. Почему вы так решили? и я не понимаю, из-за чего вы делаете такой вывод. Чтобы понять, чем вы нравились другим мужчинам, другим мужчинам, их нужно спросить об этом. вы вы сами догадались, сами приняли решение, и сами расстроились. Меня обижает, когда успокаивали с формой, что шарма лучше внешности. Как ни крути, а быть дурнушкой, пусть и с шармом никто не хочет. Что значит никто? Вы обобщаете. Вы обобщаете. Есть люди, которым на свою внешность вообще плевать. Такие люди есть. Поэтому говорить никто некорректно. Это родительская позиция. То есть я обесцениваю шарм, потому что по моему мнению никто не хочет быть дурнушкой. понимаете? Все выглядит так, что это не ваши мысли. Не ваши. Вы пишите меня обижают, что успокаивали с формой. То есть вы на форуме об этом общались. Я надеюсь вы понимаете, что это показатель того, что у вас проблемы самооценки, но вам об этом уже сказали. интересно другое. Вы пишите меня это обижает. А вы когда-нибудь пробовали отслеживать процесс обидов? Брать за него ответственность. А я возомнил что если нравлю, значит симпатично. Нет. Причинно-следственной связи здесь нет. да, вы можете нравиться чисто внешне, если совпадаете с стереотипом мужчины. Но вы можете нравиться и чем-то другим. И если вы нравитесь чем-то другим не стереотипом, то это говорит о том, что человек-то зрелый. для меня его слова звучат так. Ты страшная, но обаятельная. Он такого не говорил. Это ваш интроект. То есть то, что вы приписываете сами себе. Человек не сказал, что вы страшная. Это вы сами задумали. необходимо отделять то, что вы приписываете себе и то, что говорят вам другие люди. Не смешивать это. Пока я писал, я вспомнил, что это не первый случай с другим мужчиной, с которым я жила, обсуждали, за что можно влюбиться. Но об этом я уже говорил. Он сказал, что я не такая, прям уж красавица, но его тянет ко мне, что бывали у него писанные красавицы, но с ним не тянуло. Я об этом говорил, эта история про то, что вы выбираете неверных и неверных всегда мужчин, которые вынудили вас завоевывать и бояться вас потерять. В этих словах пишите, вы можете рассмотреть, что пусть не 100% красавица, но симпатична, мне этого достаточно, но потом назвал меня красивой. Опять же, здесь история про то, что вы хотите, что вас называли красивой. Как будто бы, кроме красоты, больше никаких, как бы, ценностей вас нет. Пытаюсь доказать себе, что я не страшен, но не получится, вы себя такой считаете, судя по всему, уже очень, очень давно. Доказательства не, доказательства не сработают. Вот кто как вам не доказывает, если вы сами себе приписываетесь, если вы к этому глухи, если вы не измечаете, каким образом, возникает у вас, вот этот, вот этот, вот этот, путь, к мысли, что вы страшно, ну, не получится себе доказать. Вот. Ну, и в конце, вы, вы задаете, следующий вопрос. Топ. Кажется, я привыкла, чувствовать себя привлекательней, что теперь? Отвыкать? Я думаю, аноним, вы понимаете, что, в какой-то степени, это, манипулятивный вопрос. Потому что, если мы скажем вам, отвыкать, вы скажете, в смысле? Вы психологи или кто? Что это за ответ такой? Отвыкать. Если мы вам скажем, нет, вы спросите тогда, а, что же мне делать? Это, жертвенная позиция. вы можете из нее начать выходить. А можете продолжать оставаться. Как угодно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.